После смерти князя Утятина крестьяне села Вахлачины закатывают пир на весь мир. На него приглашают приходского девчка Трифона Добросклонова и его сыновей, семинаристов Саввушку и Гришу – людей простых и бедных. Подгуляв, крестьяне просят, чтобы Трифон, Савва и Гриша спели для них что-нибудь. Молодцы затягивают песни о тяжкой доле крестьянства. К ним присоединяются и мужики. Деревня поёт грустную песню «Барщинная». Здесь же сидит Викентий Александрович, бывший лакей барона Сенегузина. Этот неспособный к сельскому труду лежебока, имеет, однако, хорошую память и знает много разных историй. Сейчас Викентий рассказывает всем про холопа примерного Якова Верного. Историю, как один по-собачьи преданный своему барину слуга был потом обиженным и решил отомстить господину чисто холопским способом. Яков завёз барина в лес, но там не убил его, а сам повесился перед ним, чтобы он до конца жизни вспоминал об этом. После Викентия захожий странник-богомолец Ионушка рассказывает слышанную им в Соловках быль о двух великих грешниках. В ней повествуется, как разбойничий атаман Кудияр, проливший много людской крови, вдруг почувствовал раскаяние, бросил грабительство, ушёл в монахи, стал отшельником в лесу и поселился в дупле одного дуба. Бог послал Кудияру вещий сон. Некий старец велел ему искупить грехи тяжким трудом – срезать одним своим старым разбойничьим ножом тот самый громадный дуб, где он жил. Кудияр резал дуб долгие годы, но работа его почти не подвигалась вперёд. Раз заехал в его лес жестокий местный помещик – пан Глуховский. Он стал насмехаться над покаянными чувствами Кудияра, рассказывая, как сам мучает, пытает и вешает своих холопов без всяких угрызений совести. Смиренный отшельник ощутил бешеный гнев, подскочил к Глуховскому и вонзил ему нож в сердце. Внезапно весь лес потряс страшный грохот. Это рухнул дуб, который прежде тщетно резал Кудияр. И бремя грехов скатилось с него. Мужик Игнатий Прохоров поёт на Перу песню о крестьянском грехе. Как один простой мужик деревенский староста Глеб помог наследникам умершего барина скрыть его завещание, где предписывалось отпустить на волю восемь тысяч душ крепостных крестьян. Игнатий считает, что этот грех хуже злодеяний любого разбойника. Однако сын дичка Трифона, Гриша добросклонов, возражает, считая, что корень зла не в Глебе, а в Крепе, крепостном праве, которое, к счастью, теперь отменено. Крестьяне запевают песню «Голодная» про мужика, который от голода дошёл до того, что думает «Если бы сейчас у меня была еда, я не поделился бы ею ни с родной матерью, ни с сыном». Наступает утро. К переправе через Волгу едет воз с сеном. На нём знакомый мужикам отставной солдат Овсянников едет в город хлопотать себе пенсию. Увидев крестьян, Овсянников вынимает из кармана деревянные ложки и, играя на них, запевает песню солдатскую о нелёгкой службе в старой армии. Крестьяне подходят к нему и подают милостыню. После пира Савва и Гриша Добросклонова ведут домой родителей дичка. Они громко распевают песню, который славит трудовую жизнь, дающую народу счастье.